В середине 2000-х годов, как бы сплетаясь вот с таким понятием, как здоровый образ жизни, то есть средства на основе органических и натуральных компонентов за последние, за последние несколько лет, они приобрели особую популярность среди наших потребителей и вообще среди потребителей, потому что вопросы экологии и экологичного отношения, да, там, к природе в частности, к миру, они стали сейчас невероятно актуальны. И наши потребители, люди, в принципе, они осознают, что товары, потребление, да, они влияют как на них самих, так и на окружающую среду. И выбор вот в пользу органической косметики, как правило, предполагает комплексный подход, то есть это и здоровый образ жизни, это продукты потребления, это продукты ухода, да, то есть, например, 85% из числа вот тех, кто покупал вообще, в принципе, органическую косметику, он также и у него образ жизни был здоровым, то есть было правильное питание, да, то есть как бы позитивное отношение к миру и так далее. То есть, значит, вот эти люди, они осознанно подходят к своему выбору поменять весь свой образ жизни. То есть и с точки зрения косметологии вообще, именно это направление с органической косметикой или косметикой с содержанием и с входящими в состав органическими натуральными ингредиентами, она занимает все больше и больше, ну, как бы очень быстро растущий, очень быстро растущий сегмент. Нам надо с вами понимать, что мы говорили об этом на предыдущих вебинарах, что если формируется такая мощная потребительская тенденция, ее нельзя игнорировать, да, ну, как бы нужно предлагать то, что у нас есть, а у нас есть очень хорошее предложение. Кто же такой, давайте рассмотрим такой срез потребителя, что это за люди, потребители органической косметики и вообще вот тот, кто поддерживает вот такое направление и течение. То есть около 33%, да, ну, достаточно одна треть, да, это люди среднего возраста, с хорошим, как бы, покупательским потенциалом, с осознанным отношением к себе, к окружающей среде, к своему образу жизни. То есть здесь не надо много объяснять, да, то есть они, если вы скажете, что у нас есть серия с содержанием органических ингредиентов, им это уже будет достаточно, да, что, ну, как бы для того, чтобы эту серию и набор у нас приобрести. 25% это так называемые, ну, косметические наркоманы, да, то есть большей частью это молодежь, вот, молодые девушки, которые идут на скидки, да, то есть и вот они смотрят, что это, ну, сейчас это большая скидка на этот продукт. И это прикольно, вот, концепция такая еще, да, органик, это круто, да, там, натурально все надо брать. То есть это где-то вот таких 25%. И 21% людей – это тоже зрелый возраст, они заинтересованы в своем здоровье. Да, здесь еще даже более осознанно, чем первые 33%. Что интересно, да, как бы у нас получается, если сложить 33%, 21%, 54%, ровно половина людей опрошенных, да, которые уже осознанно подходят к формированию нового образа жизни, к заботе о своем здоровье, к использовании, как бы, экологически чистых продуктов питания, натуральных продуктов питания, практически половина, я считаю, что это, ну, очень хороший показатель для нас с вами, да, для того, чтобы понимать, какой процент людей в нашем окружении, в вашем окружении может, как бы, заинтересоваться этой продукцией, да, или, как бы, много другим рассказать, или уже интересуется этой продукцией, но он просто не знает, что она и есть у нас компания Reflame. Ну и 12% из опрошенных – это защитники животных, да, здесь тоже достаточно сильная вот такая принципиальная позиция. И 8% – это поклонники модных направлений, модных трендов. Что интересно, вот я когда читала это исследование, действительно интересно, что это самые мужчины, да, а говорят, что у нас, как бы, женщины слепо идут в направлении трендов, но, оказывается, вот нет, 8% – это действительно группа, стоящая в основном из мужчин. Очень интересная статистика, которую мы можем использовать, вы можете использовать, да, для своей работы, когда вы будете просматривать в очередной раз свой список клиентов, да, или список знакомых для того, чтобы приглашать на встречи. Что же такое, что же такое эко-бьюти, да, то есть мы уже с вами поняли, что вот с возрастом больше начинает человек как-то внимательно относиться к себе, к своему настроению, к своему самочувствию, к своему здоровью, да, поэтому люди более вот зрелого возраста, они чаще обращают внимание на ингредиенты, на информацию о продукте, да, вот жители больших городов, вот жители больших городов, мегаполисов, вот я думаю, что присутствующие здесь город Санкт-Петербург или Минск, да, и Харьков тоже достаточно большой город, Уфа большой город, вот вы со мной согласитесь, что жизнь в мегаполисе имеет свои плюсы, да, но имеет свои минусы. И поэтому, естественно, хочется чего-то вот и эффективного, и в то же время вот близко к понятию натурального и органического. Так что же такое, что же такое эко-бьюти? Это, ну можно сказать, это природа в ее вот чистейшем, чистейшем проявлении. В составе каждого продукта этой серии два основных ингредиента. То есть помимо этих ингредиентов, там еще, безусловно, натуральные и органические экстракты есть, но ведущих в каждом продукте два, которые вот были тщательно отобраны и благодаря своим, ну действительно уникальным, уникальным свойствам. И нужно еще сказать, что процесс получения этих ингредиентов, он проходил с максимальной деликатностью, и поэтому они сохранили все свои вот полезные составляющие, и витамины, аминокислоты, и жирные кислоты. Поэтому вот мы говорим, что эко-бьюти – это средство, которое, не знаю, вот как сказать, подарит коже естественную заботу, и вот благодаря которой она начнет сиять. Мне очень понравилось такое выражение, можете его тоже использовать, эко-бьюти, как мультивитамины, как мультивитамины для нашей кожи. Очень хорошо, быстро это сразу все воспринимается и ложится. Поэтому мы очень много говорим, что да, действительно сияет, да, действительно кожа выглядит более здоровой, она выглядит более свежей. Поэтому мы сейчас подробнее на этом остановимся. Итак, какие ингредиенты туда входят? Туда входят, то есть органические растения – это что? Органические ингредиенты – это что? Это растения с экологически чистых земель, которые, то есть эти земли не использовались для сельскохозяйственных целей. В них нету никаких химических составляющих для того, чтобы усилить урожай. Они отдыхали между урожаями. То есть вот на такой экологически чистой почве растения впитывают самые такие питательные вещества и потом их накапливают для того, чтобы их нужно было экстрагировать, чтобы их можно было получить. То есть поэтому мы говорим, что когда возникает вопрос, почему такая серия, да, она стоит, ну, не 3 рубля, да, и не 100 рублей, а относительно, как бы, то есть стоимость, ну, на мой взгляд, средняя, очень даже приемлемая, да. Но когда такие вопросы задают, сложно получить ингредиенты, да, сложно их сертифицировать, сложно сертифицировать потом всю серию, мы об этом будем, да, еще коснемся впереди. Поэтому органические растения, их получить очень сложно, да. Плюс, помимо того, что мы их вырастили, да, на экологически чистых землях, мы собрали очень внимательный урожай, а теперь нам нужно сделать так, чтобы максимальное количество натуральных составляющих этих экстрактов, оно сохранилось. И поэтому именно в серии Эко-Бьюти используется вот такой процесс получения экстрактов, он современный, дорогостоящий, но надежный метод получения экстрактов – это сублимационная сушка. Очень интересный, если его рассмотреть с точки зрения преимущества серии Эко-Бьюти, там ингредиенты получаются вот таким образом из двух стадий. То есть сначала идет замораживание, да, а потом уже идет вторая стадия досушивания. При этом чем быстрее и глубже замораживается продукт, да, тем легче его досушить и тем больше ценных свойств он сохраняет. Вот резкий и внезапный холод не дает исчезнуть ни одному витамину или микроэлементу из экстракта. Он как бы удерживает внутри, да, и потом в процессе сублимационной сушки замораживания происходит при очень низких температурах, а досушивание уже проходит, но в более щадящем режиме. То есть и полученный продукт потом измельчают до состояния пудры, да, которую потом, ну, как бы, естественно, не пудру вводится, да, как бы, а экстракт, вот эти полезные составляющие, они вводятся в продукт. То есть, ну, например, вот экстракт алоэ, да, который есть у нас в серии Эко-бьюти. То есть вот сублимационная сушка помогает сохранить драгоценные увлажняющие свойства экстракта алоэ. Хочется сказать, что экстракт алоэ, между прочим, он занимает сейчас уже первое место по частоте использования среди косметических компаний, да, то есть, ну, богатый на составляющие экстракт. И чем больше их можно сохранить, тем, естественно, лучше для потребителя и лучше для нас, как для компании, которая предлагает такой интереснейший продукт. И поэтому, когда мы получаем этот экстракт, вот именно алоэ вера, предположим, таким способом, то мы еще, ну, как бы снижаем расходы на его транспортировку и вносим вклад в сохранение окружающей среды, да, то есть, и поэтому очень эффективный этот процесс, очень дает большое количество, больше процентов активных ингредиентов в составе экстрактов, чем в обычном, скажем так, в обычном, в каком-либо средстве. Особый подход к разработке состава, да, то есть, вот у нас уже три момента. Первое – это органические растения. Второе – очень, скажем, тонкий, современный подход к получению экстрактов. Третье – особый подход к разработке состава. То есть, в состав этой продукции, в состав серии, в состав органической продукции, да, в состав серии средств с использованием органических и натуральных ингредиентов, да, должны обязательно входить только разрешенные дополнительные компоненты, которые проверяются специальными организациями и даются сертификаты, и они сертифицируются, да, это организации «Экосерт» и «Фаертрейд». Поэтому это, ну, на мой взгляд, вот такой серьёзный подход к созданию серии, да, с содержанием органических и натуральных ингредиентов. Он показывает, ну, как бы вот эту шведскость «Арифлейм», да, что не просто мы туда как-то вот какие-то экстракты, ну, ввели, и вот теперь вот нет, вот пользуйтесь, нет. Как бы экстракты выращены серьёзно, получены под контролем, да, дополнительные даже ингредиенты, и то должны быть сертифицированы. Плюс к этому, плюс к этому рассматривается отдельным образом упаковка, да, упаковка рассматривается так, чтобы было максимальное сохранение содержимого. А почему максимальное сохранение содержимого? Потому что там, как бы, нету привычных составляющих базы крема, которая поддерживает, скажем так, в меньшее количество натуральных ингредиентов. И поэтому здесь максимальное сохранение, то есть она подобрана, сделана таким образом, что она поддерживает максимальное сохранение содержимого, и присутствует, безусловно, вакуумный дозатор. То есть и упаковка, выращенные растения на экологически чистых землях, доставали экстракты с помощью очень тонкого метода сублимационной сушки с максимальным сохранением активных ингредиентов. Упаковка очень серьезная, подход к разработке состава. То есть серия Эко-Бьюти, она вышла действительно, ну, скажем так, вот кто помнит, да, сейчас она вот обновленная, да, она прям новая, можно сказать, и по составу ингредиентов, и по мощному, и более серьезному, и внимательному подходу вот к этому потребительскому направлению в плане органических компонентов. Что она обещает, да, вот мы говорили, она для всех возрастов. Серия Эко-Бьюти для любого возраста, для любого типа кожи. Что обещает серия Эко-Бьюти? Она действительно обещает, что в ее состав, и это все, ну, как бы, подтверждено сертификатами формулы натуральной, богатой питательными веществами, аминокислотами, витаминами, антиоксидантами. И если мы будем использовать, да, серию Эко-Бьюти, если мы будем рекомендовать эту серию, то, безусловно, мы получим здоровую, сияющую и красивую кожу. Очень такой, ну, как бы, на мой взгляд, достаточно привлекательный результат для нашей вот женщины, которая хочет, ну, которая хочет быть красивой. Любая женщина хочет быть красивой, любая женщина хочет быть ухоженной, а если еще и женщина, как, ну, вот в этом, как бы, направлении, да, здорового образа жизни, внимания к себе, к своему самочувствию, к своему здоровью, это прям вот самый, тот великолепный вариант. Тот комплексный уход и тот набор, который был, ну, предложен, да, в шестнадцатом каталоге, он также состоит из четырех шагов, которые мы с вами знаем и про которые мы рассказываем. Это шаг 1, шаг 2, 3 и 4. То есть, соответственно, сюда входит очищающее молочко и освежающий тоник. Это шаг 1. Шаг 2 – это средство, которое мы, ну, необходимо всем, это крем для кожи вокруг глаз, то есть отдельный вариант, уход за кожей вверх. Шаг 3 – это сыворотка, активатор, в нашем случае, в случае серии Кабьюти, это восстанавливающая сыворотка для лица. И в четвертом шаге у нас средства, которые мы используем для дневного и для ночного ухода, увлажняющий дневной крем-уход для дневного ухода и питательное масло для лица ночью. Все средства, они, ну, как вы понимаете, как и в серии Новейдж, они разработаны таким образом, чтобы специально друг друга дополнять, да, усиливать эффект друг друга. И результаты клинических тестов показали, что такой полный, комплексный уход, он подходит, точнее, он гораздо эффективнее, чем, например, ну, там, очищение молочком и крем только один, да, или очищение тоник, там, или одно масло, да. То есть вот это все в комплексе, это дает выраженный, ну, такой, как бы, выраженный визуальный эффект здоровой сияющей кожи. Итак, мы немножко остановимся на продуктах, да, вот на продуктах, которые выходят, точнее, которые входят в состав набора. То есть вот молочко, то, что идет хорошее очищение, то есть она эффективно очищает, подходит и для лица, и для кожи век, и с органическим экстрактом василька и маслом подсолнуха. Вы знаете, хочется сказать, что, в принципе, в принципе, вот сейчас, на большей территории, скажем так, нашего региона СНГ минусовая температура. Но если не минус, вот у кого сейчас, у кого в регионе сейчас плюсовая температура, хотя бы плюс 3, плюс 6? Вот какой регион сейчас? Минск, отлично. Бри, ага. Краснодар. Ну, тут что, конечно? Так. То есть вот Беларусь и Краснодар, да, он сейчас Киев, Херсон. Все с плюсом. Ну, тогда я прошу прощения, но центральная часть России, и в частности, я так думаю, что Екатеринбург меня поддержит, и туда дальше, Сибирь и Урал, они все с минусовой температурой. Даже в Астрахани минус 15. То есть здесь хочется сказать о чем? Что наступает такой момент, как зима. Минус 20 иркутск, аааа, вообще. Наступает такой момент, как зима. И здесь хочется, ну, как бы, даже если было, ну, вот там, предположим, 0 градусов, плюс 5, если это все-таки вот наши, скажем так, такие части, то это все равно будет минус. Обратите внимание на серию, скажем так, на серию Эко Бьюти. Это великолепный вариант для хорошего, такого, зимнего ухода. Зимнего ухода почему? Обратите внимание, какое щадящее, нежное очищение. Молочко очень мягкое, для земного ухода великолепно, для любого типа кожи подходит. Плюс здесь, еще раз остановлюсь, органические экстракты василька и масла подсолнуха. То есть помимо всего прочего, да, то есть вот, например, органический экстракт василька, он помимо антиоксидантной защиты, он еще увлажняет, наполняет кожу питательными элементами, он обладает успокаивающими свойствами, и как бы масло подсолнуха тоже питает в процессе очищения. Масло подсолнуха включает в себя жирные кислоты и витамин Е, соответственно. То есть здесь хочется сказать, что сам состав очень богатый. Вот он очень богатый. И еще раз хочется сказать, что для зимнего ухода, вот как раз три месяца зимы, я думаю, что это будет великолепная поддержка для вашего лица, вот такое нежное, хорошее очищение этого средства. Да, это молочко используется для снятия макияжа вечером и для очищения лица утром. Тоник. Перейдем к тонику. Тоник, обратите внимание, без содержания спирта. Подходит для любого очищающего, подходит для любого, точнее, типа кожи, для любого возраста. И почему? Вот хорошо, что он без спиртовой, также отлично подходит для зимнего ухода. То есть здесь он что? Какие свойства? Что он удаляет, то, что осталось после молочка, смягчает кожу, восстанавливает ее кислотно-щелочной баланс и так далее. Основные, вот как мы говорили в самом начале, два основных ингредиента – это органические экстракты розовой воды и ромашки. Розы и ромашки. Но я думаю, что долго говорить вам здесь даже и не нужно, потому что все вы, ну как бы, я думаю, что вот про ромашку точно знают, что она обладает очень хорошим, выраженным, успокаивающим действием, смягчающим действием и так далее. Вот розовая ромашковая вода здесь, она органического происхождения. И получается, что розовая вода тонизирует и увлажняет, а ромашковая вода, она и тонизирует, и успокаивает, и смягчает. То есть здесь вот какое-то, если вы слышите, то, что я перечитаю, какие действия, то вы понимаете, что очищающие средства очищают, но очень щадяще, нежно ухаживают за кожей. Тонет после очищающего средства тоже. Очищает, но очень нежно ухаживает за кожей. Немножко мы здесь перейдем на третий шаг. Просто сейчас про продукты говорим. Сыворотка. Вот сыворотка вещь, ее любят все. Все уже практически знают, что это средство, которое очень быстро, дает очень быстрый визуальный эффект, что оно быстро впитывается, да, и оно дает, ну, и усиливает действие других средств, да. То есть здесь экстракт алоэ у нас и масло примула вечерний. То есть те два ведущих органических экстракта, про которые мы говорим. То есть, но помимо всего прочего, помимо всего прочего, да, что экстракт алоэ и вечерний примула сюда входит органическое масло подсолнечника, и которое известно своим тоже очень богатым составом в плане питания кожи, смягчения кожи и так далее. И также сюда же входит молочная кислота. И молочная кислота, она обладает легким, таким нежным, осветляющим, очень нежным осветляющим действием и очень быстрым восстанавливающим действием. Все это вместе, вот, вместе с алоэ, вместе с маслом вечерний примула, все вот эти ингредиенты, они как раз и подготавливают ее к нанесению дневного крема или подготавливают кожу к нанесению дневного крема или к нанесению масла там и вечером, предположим, да. И поэтому, ну, сыворотка необходимая составляющего, да, необходимая составляющая комплексного ухода эко-бьюти, потому что, безусловно, усиливает, и она сама по себе сильным обладает составом, да, а так еще и, скажем так, ну, усиливает действие косметических средств. И дневной крем и средства по уходу за кожей век. Вот когда мы говорим, что крем для ухода за кожей век нам не нужен, вот, или наши клиенты говорят, ну, мы с Настей не устаем на наших встречах повторять, что кожа век отличается от кожи лица, да, как если грубее сказать, от кожи щек. И поэтому, в принципе, ну, можно ли средства по уходу за кожей, ну, дневной крем для лица, предположим, использовать на веке, веки, потому что веки – это как бы тоже лицо. Ну, нету никаких процессуальных моментов законных, законодательно закрепленных, что нельзя использовать. Смысла в этом нет. То есть логически это бессмысленно, да. Это то же самое, что, ну, крем для ног использовать на лицо, и там, и там кожа, да. Но она имеет разный состав, она имеет разную толщину, она имеет, ну, она немножко по-другому функционирует. И поэтому средство по уходу за кожей век, оно обладает, естественно, оно обладает более легкой и более нежной текстурой, да, и чтобы оно быстро впитывалось. А дневной крем обладает более, ну, естественно, немножко более плотной текстурой, но по клиническим испытаниям и по тестам, по потребительским тестам, он дал великолепную оценку потребительскую. Всем нравится структура крема, похожего на… То есть ее оценят немножко похоже, как на суфле. Оно, несмотря на плотную текстуру, дает очень приятный эффект для кожи, быстро впитывается и, как вот, хорошее ощущение остается от нее. И масло для лица. Вот масло для лица, как домашнее, как, скажем так, оно пришло вообще в принципе в домашний уход, вот это масло для лица, оно пришло из профессиональной косметологии, из массажных методик. И, ну, как бы, если все это еще давно-давно, там, несколько веков назад начиналось просто на обычных, там, оливковых или подсолнечных маслах, то сейчас это, ну, совершенно другой состав, совершенно другая степень очистки, совершенно другое воздействие на кожу, как другое, да, более глубокое воздействие. И поэтому вот это масло для лица, как ночной уход, это, опять же, в плюс очень хорошо кожи в зимний период, чувствительной кожи, обезвоженной кожи и так далее. Особенно регионам, где сейчас минус 20, минус 28, да, минус 30, и мы еще раз говорю, отдельный привет, то есть идет восстановление кожи очень быстрое, очень хорошее, именно потому что масло. А в нашем масле еще и, ну, помимо всего прочего, то есть есть масло органы и экстракт хлопка. Ну, отдельно нужно сказать, что, вы знаете, вот масло органы – это круто. Это одно из самых дорогих масел сейчас, которые представлены на рынке. Оно появилось, оно появилось совершенно недавно. Недавно в плане, ну, наверное, где-то лет 5 назад. И это масло сначала, еще раз говорю, оно пошло с точки зрения профессионального использования клиники, восстанавливающих процедурах, после жестких пилингов его использовали, да, в салонах красоты, использовали в процедурах для восстановления волос, потому что оно обладает очень мощным восстанавливающим действием. То есть, и как это, ну, это очень, во-первых, это дорогостоящий продукт, а во-вторых, это высокоэффективный. И, в принципе, сейчас, ну, то, что оно используется в профессиональных средствах, я видела, когда я увидела, что вот это масло органы используются в средствах по уходу за лицом, это, ну, прям я внутренне поаплодировала Арифлейм, что оно смогло ввести его такой вот, знаете, как, ну, я не знаю, ну, золотой ингредиент просто, оно смогло ввести его в нашу формулу и ввести его в масло. Потому что оно, ну, оно может все. Это вот масло, которое и восстанавливает, и питает, и защищает кожу, и оно как бы дает, ну, можно сказать, энергию коже, да, то есть клеткам кожи, как бы, ну, как бы пробуждает в них энергию, да. Потом, вот масло похоже на, знаете, что вот его составляющие этого масла похоже на наши клеточки липиды в верхнем, вот, в верхнем слое, да. И даже если у нас где-то что-то, обезвоженная кожа, она немножко шелушится и так далее, то наша кожа воспринимает это масло как свое, да, то есть вот как будто это свои липиды пришли и защитили кожу, как будто она самовосстановилась. Поэтому, то есть вот, ну, я могу про него долго рассказывать, мы с Настей можем долго рассказывать вот именно про такие золотые ингредиенты. Нам бы хотелось, чтобы вы сами, да, вот эту информацию обязательно, обязательно донесли до своих структур, да, и очень хорошо, например, работает, когда наши консультанты, лидеры, да, они дают протестировать это масло, это, ну, просто, это сразу, просто человек его тестирует один раз, и он уже хочет испытать такое же ощущение, предположим, на лице. Вот. Экстракт хлопка, так же, как и органовое масло, то есть вот то, что здесь есть, да, оно так же богато витамином Е. Он так же содержит жирные кислоты и питает, и защищает. И плюс он еще обладает успокаивающим действием. То есть вы понимаете, вот это масло, ну, когда говорят, вот ночного крема нет, а вот здесь масло выполняет роль ночного крема. Вот другая текстура, да, но действие и энергетическое, и восстанавливающее, и защищающее, и успокаивающее, оно все вместе. Опять же, подчеркиваю, очень хороший вариант защиты и, ну, как бы, работы со своим лицом, ухода за своим лицом в зиму. Итак, вот, если мы посмотрим, так что же нового в этой серии? Вот все, кто давно знает серию эту, я думаю, что они поняли, что здесь нового. Новый, в принципе, подход к работе с органическими экстрактами, к упаковке, к добыче этих экстрактов, к выбору этих экстрактов, да, то есть вот как бы улучшенные формулы, безусловно, формулы стали улучшенными. Одно экстракт алоэ и органовое масло вместе с экстрактом хлопка уже, ну, играет очень большую роль. Сделан комплексный уход и акцент на уход за кожей. Да, не просто используйте этот крем. Мы с вами говорили уже давно, что сейчас потребителю не нужна баночка просто. Баночка сейчас, крема, ему не нужна. Ему нужен подход общий, да, ему нужна концепция. Вот серия эко-бьюти – это как раз, ну, хорошее, очень хороший пример концептуального предложения. Хочешь хорошую сияющую кожу с естественной красотой? Вот, пожалуйста, это серия эко-бьюти. И отдельно хотелось бы сказать, то есть прям то преимущество, которое, скажем так, ну, является таким же, на мой взгляд, мощным, как и органические экстракты, таким же мощным, как и получение этих экстрактов, да, таким же мощным, как и состав – это сертификаты. Вот сертификаты как раз и говорят о том, что эта продукция экологически верная, то есть она экологически проверенная, она несет вот эту концепцию Арифлейм, экология везде, да, максимально такая она щадящая и так далее. Например, сертификат Эко-Сер. Это он, если у серии или у продукта, да, там есть вот такой сертификат, то он гарантирует оптимальное использование натуральных ингредиентов, минимальное содержание ингредиентов синтетического происхождения и поддерживает использование компонентов, полученных из органических растительных источников. Таких сертификатов, как Эко-Серт, в принципе, организации, которые могут выдавать такие сертификаты, в Европе две. Вот одна из них – это Эко-Серт. То есть это те организации, которые заслужили доверие, у которых очень высокий авторитет. Ну, грубо говоря, если на продукте стоит такой сертификат, 100% натуральные ингредиенты, 100% минимум синтетических средств и так далее. То есть показатель качества очень высокого качества. Дальше. Сертификат FireTrade – это справедливая торговля. Он, вот такой сертификат, обозначает полное соблюдение принципов справедливой торговли, которые позволяют производителям развивающихся стран инвестировать прибыль в экономическое и социальное развитие общества. Это, вот знаете, как это… Ну, для меня, я не знаю, но как для вас, да, а для меня вот такие… Это такое… Ну, наверное, опять гордость за Арифлейм в плане ее… Вот в плане социальной позиции компании. В плане социальной позиции компании. То есть я так думаю, что и вы вот сейчас вместе со мной, да, как бы испытываете вот такую гордость, потому что вы работаете с компанией, которая соблюдает, ну, максимально старается соблюдать все вот принципы, как бы, да, справедливой торговли и позволяет вот производителям инвестировать в прибыль. Да, вот я тоже в этом плане, когда я слышу вот такие вещи, я здесь с Антониной согласна, да, потому что, ну, да, я горжусь это действительно, потому что социальная позиция компании и социальная активность компании сейчас в мире, ну, это показатель авторитета на рынке. Вот это надо нам с вами, как вам, как партнерам, нам, как сотрудникам, да, понимать. GMP здесь нет, это не продукт фармацевтический, это косметическое средство для лица. Немножко разные вещи. И лесной попечительский совет, сертификат, он гарантирует, что вот та упаковка продукции, да, она произведена вот в полном, жесткими, жесткими принципами рационального использования лесных ресурсов. То есть это тоже вот такая социальная, социальная ответственность, социальная позиция Арифлейм, что да, мы берем натуральные ингредиенты, мы гарантируем хороший результат сияющую кожу, но здесь мы, да, уже в школе мы говорили, говорим про органические составляющие, органические ингредиенты, натуральные, мы еще и делаем это экологично, да, с заботой об окружающей среде. Вот здесь как бы серия эко-бьюти, это, ну, показатель не только качества ингредиентов Арифлейм, да, вот как компании косметической, но и показатель, ну, хорошей выраженной такой социальной ответственности. Итак, давайте мы подведем итог. Подведем итог относительно того прекрасного бренда эко-бьюти, который вот представлен в 16 каталоге, в 16 каталоге представлен набором, первый раз он вышел набором. Обратите на него внимание, да, что это за бренд? Это натуральная косметика класса люкс, высококачественные органические ингредиенты. Мы соблюдаем и со соблюдением всех этических норм. То есть про что мы говорим? Мы говорим серии натуральные органические ингредиенты раз, серия не содержит парабенов два, она сертифицированная, имеет международные сертификаты, которые подтверждают и содержание натуральных ингредиентов, и наши позиции относительно этики, да, как компания, как с точки зрения социальной активности и этики. Помимо самого бренда, что, ну, я надеюсь, что вы это услышали, да, услышали, что серия, да, великолепную, хорошую, естественную, красоту, здоровую сияющую кожу, что она сейчас как никогда актуальна, ввиду своего вот такого мягкого, нежного, щадящего воздействия, защищающего, восстанавливающего воздействия, как только начинается минусовая температура. И поэтому мы надеемся, что вот эту информацию вы вот после сегодняшнего вебинара и, в принципе, обязательно расскажете своими и будете рассказывать своим клиентам, своим консультантам, потому что, да, пусть они не услышат вот прям сразу, да, с точки зрения, могут не взять там набор и так далее, но они будут знать, что вот такой бренд у нас есть компания Reflame. Очень интересно наши, ну, как бы, вот мы знаем опыт лидеров, которые предлагают сразу, ну, как бы рассказывают о бренде Кабьюти, работая с книгой красоты, да, это очень интересное такое предложение, там он хорошо описан. Итак, что же, что же хочется сказать, во-первых, вам большое спасибо за сегодняшний вебинар, но, но мы вас ждем на следующем вебинаре цикла, вот просто о сложном, для автоматического запоминания. Ждем 7 декабря в 11 часов. Тема будет очень интересная. Здоровые дети и счастливые родители. Или польза wellness для детей. Интересная тема, интересная будет информация, поверьте. И, как бы, хотелось, чтобы вы сами пришли, да, и пригласили своих друзей. Итак, здоровые дети, счастливые родители. Или польза wellness для детей. 7 декабря в 11 часов. Спикер Анастасия Фурка, эксперт по продукции Reflame страны СНГ. Вся информация, все будет дополнительно выслана. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, вам большое спасибо. И мы вас ждем на наших будущих вебинарах. Вас, ваши структуры, ваших друзей. Поэтому, ваши эксперты, ждем вас. Ваши эксперты. Продолжение следует...